79 одиннадцатиклассников школы номер 10 сегодня смогли сказать слова благодарности любимым учителям. Яркие танцевальные и песенные номера не оставили равнодушными родителей, педагогов и друзей выпускников. Поздравить с днем неотмеченным ни в одном календаре на запоминающемся каждому человеку пришли и важные гости, в их числе и заместитель главы администрации Шамиль Халитов. Я до сих пор не осознаю то, что это последний день в школе. Мне предстоит следующий шаг во взрослую жизнь. Школа это какая-то уже степень соревнованной зрелости. Скоро ЕГЭ сдавать нужно, поступить в какое-то высшее заведение. С высшим заведением я еще не определился, но все же ЕГЭ покажет. После торжественного мероприятия выпускники 10-й школы просоединились к своим сверстникам со всех образовательных учреждений Нефтекамска. В самом центре города состоялся весенний бал, где ребят поздравил глава администрации, а лучшие танцевальные коллективы подарили им и всем присутствующим яркий и веселый праздник. Но самым главным на грандиозном мероприятии стало выступление самих выпускников, которые исполнили танец дружбы и школьный вальс. Мы очень переживали, долго готовились, но, как видите, у нас очень красиво все получилось, очень грандиозно, мы очень переживали, но в итоге все очень круто, все очень классно. Все было супер. Да. Теперь нам предстоит ЕГЭ, очень переживаем, будем готовиться, надеюсь, у нас все получится, все будет хорошо. Сегодня радостный, волнительный, но для меня лично, как для классного руководителя, очень грустный день. Я ребяток вела 7 лет, они для меня дороги, это часть моей жизни, жизни светлой. И я хочу, чтобы на их пути встречались добрые люди, как сегодня одна мама в напутстве сказала, чтобы среди людей быть человеком. Ребятки, я к вам обращаюсь еще раз со словами материнскими, будьте счастливы. Я вас люблю. Перед настоящим прощанием со школой старшеклассникам еще предстоит пройти испытание, сдать единый государственный экзамен, являющийся выпускным экзаменом в образовательных учреждениях и вступительным в вузах. Проверка знаний по обязательным выбранным предметам пройдет с 25 по 18 июня. Анастасия Кригородова, Иван Кузнецов, Вероника Перминова, информационная программа «Ежедневник».